Спасибо большое. Разрешите сказать пару слов про то, что в Украине надо делать, чтобы немножко подтянуться к странам Центральной Европы. Я сам родился в Чехии, уже 15 лет живу в Украине. В Чехии ВВП на душу населения в 7 раз выше, чем в Украине. Средняя зарплата в 4 раза, средняя пенсия в 3,5 раза. Мы здесь обсуждаем то, как к Украине подтянуться. Не надо там особо придумывать велосипед, надо посмотреть на то, что сделали страны с социалистической экономикой в Восточной Европе и повторить то лучшее, что можно повторить. Украина, к сожалению, реформы начала делать очень поздно, позже со всех стран Восточной Европы, и поэтому эти цифры, которые я назвал. Сейчас надо реформы делать быстро, я считаю, что их надо делать одновременно. Тот план, который был вашим правительством составлен год назад, он очень хороший, и одобряет его большинство и внутренних, и внешних инвесторов. Но мы в выполнении этого плана, к сожалению, опаздываем. Отстаем от плана. Почему? Потому что в стране огромная коррупция. С ней надо бороться параллельно с проведением реформ. Я не считаю, что надо сначала бороться с коррупцией, потом реформой. Этого времени нет. Весь мир движется, мы находимся на свободном рынке, есть конкуренция, и мы должны двигаться быстрее. Поэтому план реформ у вас хороший, с выполнением, конечно, надо ускоряться, и надо побороть коррупцию. Это еще одна реформа. Я считаю, что вы ее не поборете за счет наказаний. Вы поборете только тогда, если вы существенно сократите количество сотрудников государственных и фирм, регулирующих, раз в пять, может, и больше раз. И тем сотрудникам, которые останутся работать в государстве, тем поднимут эти зарплаты в пять раз. Тогда у них будет меньше мотивации воровать и брать взятки. На сегодняшний момент я считаю, что вся система власти в Украине коррумпирована, может, на 90%. Это очень большая доля. Я не говорю, что в Чехии или в других странах коррупции нет, коррупция существует везде, но на том уровне, на котором она на сегодняшний момент существует в Украине, и она здесь существовала все это время, что я здесь живу, тяжело найти такие страны. Тяжело в Европе их найти, да. Что касается пенсионной реформы. Пенсионную реформу в Украине надо было делать уже давно. Если посмотреть на демографическое развитие Украины и сравнить с другими странами Европы, то надо было с этой реформы начинать уже как минимум восемь лет назад. Почему? Потому что Украина сейчас тратит на пензию 18% от ВВП, в Европе это 12% максимум. Поэтому Украина, как достаточно слабая экономика, это потянуть не может. Второе. Почему надо поднимать пенсионный возраст для женщин? Потому что в Украине женщины в 55 лет будут жить еще 25 лет в среднем. В Чехии 19. У мужчин 60 лет в Украине это 15 лет. В Чехии тоже 15 лет. Поэтому мужчина можно пока этот возраст оставить. Но все равно его придется в течение 5 лет начинать потихоньку поднимать как минимум на 3-6 месяцев в год. В Чехии на сегодняшний момент в парламенте дебатируется уже третья пенсионная реформа за последние 20 лет. Две уже были проведены, сейчас третья. Ни одна из этих реформ не была популярная. Поддержка этих реформ была максимум 15%. 85% населения против проведения пенсионной реформы. Это натурально, это так будет в Украине, это будет в любой другой стране. Поэтому этого бояться не надо. Надо просто смотреть на цифры и реформы делать надо. В Чехии на сегодняшний момент и мужчины, и женщины уходят на пенсию в 62 года. Молодежь, которая родилась в 68 году, ну или уже там среднего возраста, или моложе, будут уходить в 65 лет. Вот мне 37 лет, я по сегодняшнему закону, тот, который существует на сегодня, в 67 лет пойду на пенсию. Ребята, которые здесь сидят, быв в Чехии, пошли на пенсию в 70 лет. В 70 лет? Поэтому надо к этому быть готовыми. И последнее, я думаю, что обязательно надо ввести второй уровень. Надо его ввести по образу Польши. Я считаю, что самая успешная система, она дала развитие рынка капитала в Польше. В пенсионных фондах накопилось уже 90 миллиардов долларов. Не было там никаких проблем с воровством, с коррупцией. Эти фонды работают надежно. В среднем они дают доход, который выше, чем инфляция. Спасибо.